приветствую вас это я и наш андрюша которые за которым я не успеваю я уж не могу все комментировать что он пишет но вот вот это я вернулся тоже как какое число 14 ноября я решил вернуться к этому посту святого андрея ткачева почему святой я сделал отдельное видео об основе что он святой значит и в этом ничего хорошего нет для нормального человека но святой да давайте почитаем будьте готовы к тому что там где божий дух там все удивительно вот тоже такое понятие божий дух что такое дух это ну вот духи есть духи они пахнут да там дух животный дух это от животных в этом в коровник какой-то из дух да все это какой-то запах но потому что духа никто не видел он куда-то сходит высходит а вот божий дух это наверное какой-то такой аромат да значит потому что иначе как андрей ткачев может понять что там где божий дух который не видно там все удивительно он раз заходит куда-то раз какой-то ново низм такой аромат какой-то да о как тут удивительно наверное вот в этом смысле идем дальше там все неожиданно так такое там там наверное там такое что ты и в книжках не читал о фантастически да это мы думаем что должно быть так ах тралевали здравствуйте тралевали заходите тут у нас хор поет тут у нас батюшка служит поп служит не батюшка к ивану ивановичу с любовью и уважением ну пишет он для простых людей поэтому такие вот он сам простой никто не будет перед тобой стелиться но в церкви типа сколько этих обиженных водовозов и церкви уходила обиделись понимаешь ли они забыли пословицу что с ними делают не надо обижаться в воду вот возят не надо обижаться чтобы не случилось а я богу буду молиться ну ты молись богу конечно дело твое только бог ли он вот тут очень важный момент я буду молиться но ты богу молишься или дьявол очень важный момент ты определись а потом уже делай что хотел а ты слышал какой тот архиерей слышал а ты знаешь что те священники делают знаю а в том монастыре знаешь что было знаю то есть и андрюша знает о чем говорит то есть мир здесь который происходит за закрытыми дверями монастырей церквей он знает он про этот и как бы такой отрывочек между двумя людьми приводит я знаю это все и еще в сто раз больше знаю о видите то что мы в интернете слышали читали это сотая часть а он знает в сто раз больше и остается при этом священником из и остается при этом слугой вот этого бога значит наверное наверное я могу предположить что он и участвует в этом если он сто раз знает но если ты находишься в этой атмосфере погружен в нее внутри то как ты ты как то каком-то резиновом костюме чтобы тебе ничего не прилипло ты такой же андрей то есть ты и знаешь и делаешь вот так будет правильно ладно но это меня никак не убеждает что я молиться богу не должен ну значит он участвует он в нем в этом мире живет своем черном да но он не понял наверное или он под под это под наивного косит не понял что за бог него вот в чем наверное проблем если он понял бы то наверное на опять же а как наверное уже вся жизнь построена на получение денег из этой темы где заходил недавно в один новый монастырь это красносельская там один такой медийный батюшка тоже это проводит эти такие причастия как раз ежедневно можно причащаться я думал только по воскресенье так вот кому я не сдал вопросы все самые отмахиваются и иди-иди-иди-иди никому не надо торговля идет коммерция процветает поэтому конечно надо молиться и в скобках зарабатывать такую душу такую душу нужно иметь настырную по хорошему упёртую вере упёртую в монетах упёртую в деньгах упёртую вот так я бы добавил на обзовут вас не страшно ну да ты деньги давай аура псовой как хочешь всем по чарке налили а вас чашей обнесли не заметили вас да плюньте компоту выпейте и улыбайтесь дальше этот пример из своей жизни ведь чарки он там раз ему как-то не налили он взял компота выпил типа ну чё все уже пьяные видимо уже в лохмоты и папа обнесли а он не как бы дала я же их я же христианин я же такой раз компотику или своими ногами дошел до дуны ерунда всем сестрам по серьгам о вас не заметили да ерунда это все согласие ерунда это все ерунда ни на кого не обижайтесь вот тут переходим главного главное сюда в конце жены на мужей не обижайтесь паства на пастыре не обижайтесь так все ближе ближе на чиновников которые плевали на вас со второго этажа не обижайтесь у них работа такая вот это наверное главное ну чиновник это власть на власть которая на вас плюет со 2 5 20 этажа не обижайтесь у них такая работа если бы вы были на их месте вы бы тоже так делали ни на кого не обижайтесь просто имейте твердую веру аминь твердую веру во что лучше иметь андре знания знания эти знания даже не надо что-то глубоко копать просто открыть твои писания и еще раз перечитать все это с умом с умом современного человека что происходит в торе что происходит евангелиях почитай внимательно ты подумай что там написано и кому-то служишь во что ты твердо веришь и к чему ты призываешь но как бы это глаз вопиющий в пустыне конечно же но те кто послушают ну наверное зададутся какими-то вопросами а я вас покидаю в любви и свете единого творца пока